Артиллерийская бухта – одна из центральных точек города. Здесь, как правило, всегда шумно и многолюдно. Многочисленные кафе, рестораны, море, развлекательные и спортивные площадки. С первого взгляда может показаться, что в арт-бухте мусора нет. Давайте посмотрим внимательнее. Первые неприятные находки оказались в прямом смысле слова на поверхности – моря. То, что не тонет, плавает возле самого причала. Целлофановые пакеты, деревянные доски, пустые бутылки. Жители говорят, зачастую весь этот мусор в воду сдувает ветром с берега. Когда ветер поднимается, и вот с того берега заносит все сюда. И вот здесь куча бутылок, мусора, травы и все, что угодно. Поэтому ничего хорошего в этом я не вижу. Я эколог по образованию, и достаточно это очень неприятно наблюдать в нашем городе. В самой бухте просматриваются где-то бутылки пластиковые. Сегодня только мы шли, говорили, что неплохо было бы хотя бы каким-то сачком, может быть, загребать. Мы шли, сейчас видели, что бутылки сейчас плавают. То есть было бы хорошо, чтобы туристы этого не видели. Вот как туристы нам не очень приятно. Вот там тоже прибывает мусор. В принципе, его там никто не собирает на самом деле. Некоторые урны действительно переполнены до отказа. Кажется, еще немного, и мусор вывалится наружу. Пачки из-под сигарет, окурки и целлофан то и дело мелькают под ногами. Кто же убирает эту территорию? В самой артбухте мы увидели машину с контейнерами. На них название «Чистый город». Баки с таким же названием стоят и рядом с пляжем Хрустальный. К слову, по дороге к нему нас ждал и вовсе неприятный сюрприз. По пути на пляж Хрустальный нам неожиданно попался на глаза вот такой замусоренный уголок. Разбитые ступени, на которых пустые бутылки, в том числе и стеклянные, пожухлые прошлогодние листва и даже среди веток чья-то старая сумка. Получить хоть какие-то разъяснения от компании, контейнеры которой установлены в артбухте, не удалось. В «Чистом городе» на контакт с журналистами не идут. И это не первый случай. Вчера мы уже обращались в эту организацию с вопросом о несанкционированной свалке на пятом километре. Вразумительного ответа тоже не последовало. А мусор и ныне там.